Привет! В этом обзоре я расскажу о смартфоне среднего класса с приятным внешним видом. К его сильным сторонам можно отнести собалансированную конфигурацию, поддержку двух сим-карт и заднюю панель из металла. Это Lenovo Ideafone S660. В небольшой коробке красно-белого цвета вместе со смартфоном упаковано зарядное устройство, кабель microUSB и комплект бумажной документации. Приятным бонусом стал фирменный бампер-подставка, который поставляется вместе с телефоном. Ну и конечно, фирменная гарнитура. Несмотря на то, что большинство смартфонов Lenovo серии S выполнены в едином стиле, который мы видели в смартфонах S650 и S930, при разработке Ideafone S660 дизайнеры отдали предпочтение новым идеям. В S660 прибадают темно-серые тона, а в отделке отлично совмещен матовый пластик и прочная металлическая крышка. Передняя панель полностью закрыта защитным покрытием и окантована черной пластиковой рамкой. Дисплей, в свою очередь, тоже получил рамку черного цвета. В нижней части пластиковой окантовки есть небольшое отверстие разговорного микрофона. Основная часть корпуса сделана из матового поликарбоната серого цвета. На верхней грани смартфона расположен аудиоразъем на 3,5 мм для подключения гарнитуры. На противоположной стороне находится порт microUSB. Остальные функциональные элементы разместились на правой боковой панели. Здесь установлена совмещенная клавиша регулировки громкости и кнопка включения блокировки. Крышка смартфона сделана из металла с текстурой шлифованного титана. Это, безусловно, заслуживает бонусные баллы к общему зачету. Объектив основного фотомодуля окантован металлической вставкой с радиальной текстурой. Рядом находятся отверстия дополнительного микрофона и светодиодная вспышка. В нижней части крышки расположена решетка музыкального динамика и выемка для легкого доступа к внутренней части устройства. Снять металлическую заднюю крышку просто так не получится, она очень крепко зафиксирована, поэтому даже при падении смартфон не рассыпется на детали. Кроме этого, она обеспечивает достаточный уровень жесткости, благодаря которому корпус смартфона не скрипит и не люфтит даже под нагрузкой. Сняв крышку, открывается доступ к аккумулятору, слотам для сим-карты и порту расширения памяти. Lenovo S660 выглядит законченным продуктом. Все мелочи, расположение элементов и качество сборки говорят о том, что перед нами устройство высокого класса, хотя на самом деле гаджет представляет собой смартфон среднего уровня. Небольшой по современным меркам форм-фактор положительно сказывается на эргономике. S660 легко управлять одной рукой, он отлично лежит в ладони, а форма корпуса не вызывает дискомфорта во время использования. При весе в 151 грамм толщина телефона составляет 9,95 мм. Фирменный кейс, который поставляется вместе со смартфоном, не только защищает его от повреждений, но также может выступать в качестве подставки. Смартфон получил IPS-дисплей с диагональю 4,7 дюйма и разрешением 540 на 960 точек. Плотность пикселей составляет 234 ppi. Ничего плохого про качество изображения сказать нельзя. Картинка естественная, углы обзора соответствуют используемой технологии. Добавлю, что запаса яркости вполне хватит для комфортной работы под прямыми солнечными лучами. Lenovo S660 работает под управлением операционной системы Android 4.2.2 с измененным графическим интерфейсом. Она получила привычные для производителя приложения, включая сервисы Google и Яндекс, а также много другого мелкого софта, который пригодится в повседневном использовании. Внешне операционная система с доработками Lenovo очень напоминает решения от Xiaomi и Huawei. Тем не менее, программисты взяли за основу собственную разработку в Smart UI. В устройстве установлен популярный в этом году энергоэффективный четырехъядерный процессор MediaTek MT6582M. Каждое ядро работает на частоте 1,3 ГГц, а за обработку графики отвечает интегрированный акселератор Mali-400 MP2. Также здесь установлен 1 ГБ оперативной памяти и внутренний накопитель на 8 ГБ с возможностью расширения карты памяти MicroSD до 32 ГБ. В синтетических тестах смартфон показывает неплохой результат, но в реальном использовании доступной производительности вполне хватит для выполнения большинства повседневных задач, будь то воспроизведение видео в высоком разрешении или работа в браузере с большим количеством вкладок. Основная 8-мегапиксельная камера делает отличные снимки с разрешением 3264 на 2448 точек. Кроме стандартного режима доступны панорамные съемки, улучшение лица, спуск затвора при обнаружении улыбки и съемка фото с HDR. Видеозапись происходит в формате Full HD. Фронтальная камера с разрешением VGA предназначена для видеозвонков, хотя она также отлично подходит для съемки селфи. Набор беспроводных интерфейсов вполне стандартный. Здесь присутствуют модули Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0 и GPS с поддержкой A-GPS. Для подзарядки и синхронизации используется разъем microUSB. Lenovo S660 поддерживает работу двух SIM-карт формата mini. Смартфон комплектуется съемным литий-полимерным аккумулятором на 3000 мАч. Высокая емкость батареи обеспечивает несколько суток работа смартфона без подключения к розетке, при условии умеренного использования беспроводных сетей и автонастройки яркости дисплея. При использовании всех доступных возможностей запуски, игр и длительном интернет-сюрфинге можно рассчитывать на автономную работу в течение одного светового дня. Lenovo IdeaPhone S660 – это достойный смартфон, которого брал в себя опыт всех предыдущих разработок компании. Он обладает отличной автономностью и качественной сборкой.